А теперь новости с мировых бирж. Сегодня, после вчерашнего падения котировок, наметилась обратная тенденция. Вслед за китайским зафиксирован рост индексов на российском, американском и европейских рынках. Немного поднялась цена на нефть. Баррель марки Brent вечером торгуется на отметке близкой к 30,5 долларам. Накануне цена опускалась до 30. На этом фоне подорожал и рубль. Официальный курс, установленный Центробанком на завтра, доллар 76 рублей 43 копейки, евро 82 рубля 72 копейки. Нестабильная ситуация на мировых рынках и влияние глобальных процессов на российскую экономику обсуждались сегодня в Москве на Международном Гайдаровском форуме. Подробности дискуссии в репортаже Ивана Прозорова. Гайдаровский форум – площадка, где ежегодно собираются ведущие мировые ученые и политики, представители глобальной бизнес-элиты и банкиры. Здесь не просто обсуждают проблемы, но и предлагают различные сценарии для их решения. Именно здесь теоретики и практики определяют экономический вектор развития на ближайшие месяцы и даже годы. Не временные потрясения, а новая нефтяная реальность. Так Дмитрий Медведев назвал сегодняшнее время. Санкционное давление, мировая политическая нестабильность, цены на углеводороды – эти вызовы стали едва ли не самыми сильными для экономики страны за минувшее десятилетие, заявил глава правительства. Но Кабмин сделал все, чтобы система устояла. Резонанс трудности этого года привел к сокращению объемов производства, снижению деловой и инвестиционной активности. Но самое главное и самое серьезное для нас – это к падению доходов людей. Многие стали беднее, пострадал средний класс, и это, пожалуй, самые болезненные последствия экономических ударов прошлого года. Ведь в последние 15 лет мы добились серьезных успехов в борьбе с бедностью, а это была наша осознанная политика – работать в первую очередь на социальную сферу, на рост благосостояния, иногда даже в ущерб структурным преобразованиям, которые никогда и нигде не проходят безболезненно для людей. Мы не будем призывать их набираться терпения и подождать, пока не начнется экономическое оживление. Жизнь невозможно отложить до лучших времен. В области социальной поддержки будем принимать самые энергичные меры, адекватные нынешней ситуации. В нынешней ситуации многие эксперты считают, что экономику нужно перевести в режим экономии. Время нефтяных сверхдоходов в далеком прошлом, и сырьевой эпике может затянуться на долгие годы. Прогноз неутешительный, но и на этот случай предстоит разработать четкий экономический план. Если цены на нефть и дальше будут падать, то параметры бюджета потребуют уточнения. Это нужно понимать, нужно приготовиться к худшему сценарию, как это делают и в других странах. Основной вопрос сейчас – это выбор наиболее эффективной формы оптимизации бюджета. Базовый принцип нашей политики должен остаться прежним, жить надо посредством. В том числе за счет сокращения бюджетных трат, уменьшения расходов на государственный аппарат, приватизации части государственных активов. Принятие жестких мер по российскому бюджету неизбежно сошлись во мнении эксперты и чиновники. Но расходы при этом предстоит урезать обдуманно, а не для отчетности. Наша задача заключается сейчас, в текущем моменте, в том, чтобы привести бюджет в соответствии с теми новыми реалиями. Потому что, если, как мы говорили, частный сектор более-менее адаптировался к ценам на нефть, около 40 долларов за баррель, сейчас продолжает этот процесс и дальше в условиях снижения цен на нефть, то бюджет у нас балансируется при цене 82 доллара за баррель. То есть еще предстоит нам целый ряд решений по изменению бюджетной политики. Если мы это не сделаем, то потом, к сожалению, нам придется строить свои стратегические планы по более жесткому сценарию. А вот что урезать не планируется, так это расходы социальные. В правительстве, напротив, готовы к дополнительной поддержке, в частности на рынке труда. Ключевые региональные предприятия попадут под особый контроль. Кабмин предложил стимулировать частную инициативу. Не повышать налоги для малого и среднего бизнеса, создавать условия для инвестиций во внутренние проекты, продолжить программу импортозамещения с главной целью не допустить снижения уровня жизни в стране. У нас есть, как я считаю, две большие проблемы. Это проблемы, прежде всего, потребительского спроса, который мы должны поддерживать. Мы будем настаивать на второй индексации пенсии, мы будем поддерживать доходы граждан. И очень важным является процентная ставка. Потому что сегодня, к сожалению, потребительские кредиты, кредиты для бизнеса, они сегодня фактически недоступны для развития экономики. Говоря о доходах населения, многие специалисты констатировали, наверное, не самый приятный факт, что на фоне нефтяных сверхдоходов зарплаты россиян росли темпами, которые опережали реальный рост экономики. После 2008 года, в момент того кризиса мирового, мир был в определенной степени надул пузыри в финансовой сфере, в экономике. Россия тоже надула свои пузыри, которые немножко отличались. Они связаны с нашей нефтяной зависимостью. Естественно, это увеличило спрос и позволяло наращивать зарплату, опережая производительность труда. Вот мы пошли тогда по такому пути, и сегодня, к сожалению, это неизбежная корректировка. Лучше было бы тогда быть более сдержанным, а сейчас не получить вот этого падения обвального средней заработной платы. В этой ситуации падение курса рубля – фактор негативный, в том числе для инфляции. С другой стороны, на внешних рынках это делает российские товары более конкурентоспособными. Эксперты считают, что в сегодняшних условиях рубль недооценен. Национальная валюта, по прогнозам Минэкономразвития, может стабилизироваться в течение этого года. В нашем базовом прогнозе средний годовой курс рубля – 63 рубля за доллар. И я считаю, что у нас есть шанс и перспектива вернуться к такой траектории. В любом случае, у нас свободное курсообразование, поэтому возможны колебания в другую сторону. Но фундаментальная обстоятельства говорит о том, что скорее все-таки некоторое укрепление относительно нынешних котировок, чем ослабление. При всех негативных факторах в правительстве призвали не сравнивать ситуацию с кризисным 98-м годом. Тогда промышленность рухнула. На 40% сегодня таких последствий нет. Крупных ошибок удалось избежать. Наверное, мы, как все нормальные действующие люди в реальных условиях, совершаем ошибки. Но нам говорят так, что все, что анализирует нашу деятельность за весь 2015 год, правительство не совершило ни одной крупной ошибки. Для выполнения всех макро-показателей и наших обязательств в социальной сфере мы выдерживали все то, о чем говорили. Но и в заключение могу сказать, что как мы действуем последние годы и Центральный банк и правительство, ровно как мы объявляли о своих планах, точно так мы и поступили. Открыто Россия готова работать и с западными партнерами. Контакты нужно восстанавливать на базе экономической логики, подчеркнул Дмитрий Медведев. Мы готовы восстановить нормальное взаимодействие и с государствами Европейского Союза. Европа наш ближайший сосед, важный экономический партнер. Наш товарооборот по-прежнему исчисляется сотнями миллиардов евро, несмотря на вызывающий, сожалению, фактор санкций. И я уверен, о чем говорил неоднократно, что в конце концов здравый смысл возобладает, санкции останутся в прошлом, а отношения России и Евросоюза вернутся в нормальное русло. Этот сигнал услышали ведущие западные экономисты, ведь лихорадит сегодня все мировые экономические и финансовые площадки. Глобальные проблемы нужно решать общими усилиями. Каждая страна сегодня имеет определенные трудности. Я считаю, в первую очередь нужно инвестировать в инфраструктуру, образование и новые технологии. Глобальные проблемы сейчас не только в России. Они также есть, например, и в Китае. Поэтому для преодоления этих трудностей нужно объединить усилия и действовать сообща. Активные действия помогут избежать затяжной рецессии в России, подчеркнул в своем выступлении Дмитрий Медведев. В заключении глава правительства процитировал Маргарет Тэтчер. Без экономической свободы никакой другой свободы быть не может. И сегодняшнее расширение экономических свобод в России – это жизненная необходимость. Иван Прозоров, Муниса Усманова, Артем Тихонов, Ольга Меркулова и Сергей Идеев. Первый канал.